Мы приветствуем всех, кто присоединился к эфиру Красногорского телевидения. Завершается постпраздничная неделя, а значит самое время рассказать о ее главных событиях. Сразу отметим, что столица Подмосковья с размахом отметила свой юбилей. На протяжении нескольких дней в Красногорске проходили развлекательные и торжественные мероприятия. О главных из них пойдет речь сегодня. Это программа в объективе КРТВ в студии Максим Мельников. Мы начинаем. На доске почета у здания администрации новые имена и фотографии. По традиции она обновилась в канун дня муниципалитета. Среди передовиков – учителя, водители, спортсмены, врачи, работники социальной сферы и ЖКХ. В торжественной обстановке тем, кто особо отличился в своей профессиональной деятельности, вручили специальные свидетельства и памятные подарки. Новый год жизни округа – новые герои. Доска почета у здания администрации обновлена. В течение ближайших 12 месяцев на ней будут красоваться 30 портретов людей, с которых стоит брать пример в своей профессиональной деятельности. Свидетельство и юбилейную медаль в подарок виновникам торжества вручает глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков. День рождения в любой семье – это всегда праздник, это всегда событие, когда ты понимаешь не только мимолетие, эпоху каких-то жизненных календарных моментов, лет, веков, тысячелетий. Это всегда еще путь осознания того, что ты за это время сделал, что сделали вместе твои друзья, знакомые, родственники, твои коллеги. И что очень важно, что делает на каждой территории любое предприятие, любой коллектив. За каждым стоит человек. На импровизированную аллею славы попали представители промышленных предприятий Водоканала, Бицемы, Красногорского завода имени Зверева, муниципальных и образовательных учреждений, общественники, правоохранители, военнослужащие и священники. Многие посвятили любимому делу не один десяток лет. Мне кажется, для нас это такое важное событие. Увидеть людей, про которых ты, может быть, никогда не услышишь, потому что они занимаются где-то своей работой, занимаются этим каждый день. И увидеть, заметить о том, что у них есть какой-то отдельный вклад, есть какие-то отдельные их достижения, порадоваться за них. Молодое поколение на доске почёта представляет волонтёр движения «Люди доброй воли» София Захарова. Округ гордится юной активисткой, нашедшей своё призвание в помощи другим людям. Мы во время пандемии ездили, развозили бабушкам, дедушкам продукты, мы помогали им убираться у них дома. Мы, правда, очень много всего делаем. И это просто огромная сфера социального волонтёрства. И мне, на самом деле, честно говоря, вообще, я настолько в шоке от того, что я в 18 лет уже на доске почёта Красногорска. И то есть просто незабываемое впечатление. Из 30 красногорцев, удостоенных права занять место на доске почёта, 7 лауреата муниципальной премии Совета депутатов городского округа Красногорск. Её присуждают отличившимся работникам образования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики и спорта. Поздравления и слова благодарности в честь юбилея округа смогли получить и коллеги-представители доски почёта. Более 7 тысяч человек собрались на торжественном открытии праздника. Дружными колоннами, шарами и транспарантами трудовые коллективы Красногорска прошли по речной улице. Торжественное шествие трудовых коллективов открыло программу празднования 90-летия муниципалитета. Почётные жители, ветераны и глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков принимают парад. С шарами и транспарантами, как и много лет назад, во время демонстраций идут труженики Красногорска. Возглавили колонну сотрудники администрации. За ними работники завода имени Зверева и Бицемы – предприятий и флагманов, стоящих у истоков становления Красногорска. Завод располагает парком современного машиностроительного оборудования. Чеканя шаг мимо трибун проходят те, кто стоят на защите не только малой родины, но и всей страны – военнослужащие 45-й инженерной бригады и других формирований. С ними – боевое братство, ветераны военной службы. Следом представители образовательных организаций – этот блок самый многочисленный – детские сады и школы вложили в мероприятие всю творческую фантазию, облачившись в креативные костюмы. Их колонны не спутать ни с одной другой. Это точно наше. Мы всегда все вместе, все радостные, всем коллективом, с родителями, с друзьями, с коллегами. В общем, всегда хорошее настроение. Всех хотим поздравить с этим чудесным праздником, пожелать нашему городу процветания, всего самого лучшего, чтобы все были счастливы. Ура! Мы очень рады сегодня быть на этом празднике. Отличное настроение, прекрасная погода, лучший коллектив! Именно благодаря жителям Красногорск стал крупным промышленным, спортивным и культурным центром Подмосковья, отмеченным на празднике. Эстафету марша продолжили те, кто первыми приходят на помощь. Тушат пожары, стоят на страже здоровья жителей и обеспечивают комфорт проживания. Пожарные, врачи, коммунальщики – неотъемлемая составляющая в системе жизнеобеспечения целого округа. Нашествие с кем сегодня пришли? Коллективом. Коллективом, профсоюзный комитет, замы. И наш коллектив многочисленный, добрый и веселый. Мы за неделю готовились, соответственно, так как мы договаривались, кто к нам придет. То есть у нас полностью, в принципе, мы вот так подготовились. Это еще детям посыл такой, что это интересно, это весело. Они идут с большим, хорошим настроением. Им хочется… Для них сделан просто праздник. Хороший праздник, вот и все. Казалось, огромной яркой колонии нет конца. Одно предприятие сменялось другим. В прекрасном настроении люди труда отправились отмечать самый главный сентябрьский праздник – юбилей родной земли. Всего в параде трудовых коллективов округа приняли участие 7 тысяч человек. Праздничные мероприятия продолжились на площади УДК Подмосковья. Глава Красногорска Дмитрий Владимирович Волков наградил талантливых руководителей и общественных деятелей муниципалитета. Ну а после на сцене был дан большой концерт. Площадь ДК Подмосковья – сердце праздника, посвященного 90-летию Красногорья. На главной сцене юбилейные торжества официально открыла церемония под названием «Талантливый город – талантлив во всем». Именно таланты позволили муниципалитету преуспеть во многих отраслях – от производства до творчества, подчеркнул глава округа. Все те победы, все те результаты, которые мы имеем – это благодаря вам, жителям Красногорска. С праздником, любимый город! С юбилеем! С днём рождения! Расцветай! Будь всегда здоровым, счастливым и, что самое главное, радостным. А радость нам доставляете именно вы, дорогие красногорцы. С праздником! В честь праздника и в качестве знака признательности за достойное применение талантов на благо малой Родины, благодарственные письма, почетные грамоты от губернатора Подмосковья и главы муниципалитета, ведомственные награды, а еще медали к юбилею Красногорья. Дмитрий Владимирович Волков лично отметил руководителей школ искусств, медиков и ветеранов труда. Высокой оценке удостоена деятельность Петра Шейкина. Генеральному директору Водоканала, возглавляющему предприятие с 2006 года, присвоено звание почетный гражданин городского округа Красногорск. Я безумно рад, безумно рад, говорю откровенно, очень рад, что меня удостоили такой почетный, почетные звания присвоили. Я всю жизнь отработал в городе Красногорске, прожил всю жизнь здесь, горжусь нашим городом, горжусь коллективом, в котором я работаю, Водоканале. Это как уже неотъемлемая часть, как моя семья, так и Водоканал для меня. Талантливых руководителей на сцене сменили не менее талантливые артисты, дав старт концертной программе «Красногорск. Место силы». А площадь ДК Подмосковья стала местом притяжения десятков местных жителей, земляков и соседей, разделивших праздник с любимым городом. Я обратила внимание, что в этом году сделали трибуны, то есть можно спокойно сесть, посмотреть, комфортно, долго посидеть, потому что на ногах тоже утомительно. Попили вкусного чая, вот он у нас, покушали шашлык, посмотрели, какие у нас здесь аттракционы, замечательные декорации, ну, в общем, праздник на высоте. Я была на площади, смотрела демонстрации, ну, и здесь я смотрю, все для людей, в парке была, вот у меня здесь внук, дочь, дядя. В течение дня красногорцев и гостей муниципалитета радовали не только местные таланты. Зрители с упоением слушали композиции в исполнении Академического оркестра имени Селантьева, заслуженных артистов России, участников проекта «Голос» и солистов театра «Градский холл». Городской округ Красногорск не обделен водоемами, поэтому юбилей муниципалитета широко отметили не только на суше. На территории яхт-клуба «Парк Рублева» в рамках социально ориентированного проекта «Национальный триатлон-2022» состоялся благотворительный фестиваль водных видов спорта «Вода для всех». Мастер-классы погребли на туристической байдарке и каное – увлекательная часть программы благотворительного фестиваля «Вода для всех». Он проводится в рамках проекта «Национальный триатлон-2022» и на этот раз посвящен, конечно, юбилею муниципалитета. Места на праздники хватит всем. Приглашены не только жители округа, но и ребята из социально-реабилитационного центра и Истринского интерната. Более 150 участников пришли приобщиться к яркому, захватывающему и энергичному миру водного спорта. Задача вообще фестиваля, которым проводим благотворительный, – научить детей дружить. Дружить именно в том возрасте, в каком они находятся. Для этого мы проводим разные фестивали, соревнования и так далее. Это новый формат, который вот здесь, в парке Рублева, мы на протяжении двух лет проводим. В первую очередь, это Федерация водномоторного спорта России, в которой я состою в том числе. И она поддерживает, и она сегодня проводит чемпионаты Москвы и области. Это парк Рублева, где мы находимся, потому что вся инфраструктура предоставляется бесплатно. Это байдаршные. Вот ребята как раз занимаются с детьми, обучают их байдаркам. Фестиваль нацелен не только на начинающих любителей водномоторных видов спорта, но и настоящих профессионалов. Они боролись за награды чемпионата Московской области и Москвы по аквабайку и фристайлу. Это событие знаковое для самих спортсменов и, безусловно, зрелищное для гостей. Лицезрение фееричного водного шоу гарантирует массу впечатлений. Чемпионов определяли в трех дисциплинах – кольцевые гонки, слалом и фристайл. Свой подарок в череде праздничных мероприятий получили и красногорцы, любители классической музыки. В Архангельском прошел международный фестиваль «Красногорск музыкальный». Мероприятие проводилось на территории муниципалитета не первый год и было направлено на поддержку традиционных российских культурных и духовно-нравственных ценностей. В рамках фестиваля жители и гости округа смогли посетить выступления звезд исполнительского искусства и насладиться произведениями классиков. В колоннаде музей-заповедника Архангельское фортепианный концерт в рамках международного фестиваля «Красногорск музыкальный». За инструментом маэстро заслуженный артист России Юрий Богданов, художественный руководитель форума классической музыки, который отпразднует первую круглую дату – пять лет. Мне приятно, что за это время в концертах фестиваля приняли участие огромное количество как и звездных имен, реально звездных. То есть это ведущие солисты и Большого театра, и Мариинского театра. Это, например, Эмир Кустурица, который приезжал к нам в 2017 году и выступал в ДК Подмосковья в рамках фестиваля «Красногорск музыкальный». Так и молодые музыканты, которые делают свои, ну они уже как бы именитые, но молодые еще. Состав исполнителей нынешнего фестиваля не менее интересен ценителям классики. Лучшие произведения Шопена, Шумана, Чайковского, Рахманинова и Скрябина. В этом зале исполняют не только сам профессор, но и его ученики, студенты всем известной Гнесинки. Их двое и оба добились выдающихся музыкальных успехов. Роман Соснин, обладатель первой премии Дельфийских игр, золото в конкурсе «Молодые дарования России» и многих других, рассказывает с гордостью учитель. Не менее успешен на музыкальном поприще и уроженец Китайской народной республики Ни Чэньчжэ. Играть под сводами старинной колоннады – одно удовольствие, не скрывает радости пианист. Это была такая интересная возможность, это от у меня бывшего учителя из Китая. И он брал такой мастер-класс с сейчас нынешним профессором. И после мастер-класса он пригласил меня учить фортепиано с Юрием Александровичем Богдановым. И я думал, что это, конечно, такая очень престижная возможность, чтобы можно в России, потому что, я думаю, здесь культурное наследие и, конечно, такая очень длинная история в классической музыке. Поэтому, да, я решил приехать в Россию. Фестиваль проходит каждую осень в Дни Чествования Красногорска. Это традиция и дань уважения муниципалитету. А для жителей – большой подарок. Еще один музыкальный праздник, правда, уже с фольклорным оттенком, развернулся на Ивановских прудах. В ходе фестиваля «Артфолк России» представители национальных автономий и творческие коллективы округа, исполняющие народные песни, подарили красногорцам действо с уникальным колоритом. Центром фестиваля национальных культур «Артфолк России» стал парк «Ивановские пруды». Уже второй год подряд он знакомит красногорцев с культурой и традициями народов, живущих на территории России. И в муниципалитете проживает большое количество их представителей, для которых Красногорск стал родным домом. Сегодня у нас продолжение празднования Дня города в рамках 90-летия нашего юбилея, нашего любимого Красногорска. И мы понимаем, что сегодня особенно важно объединять все культуры России, проводим межнациональный фестиваль «Артфолк России». Действительно, к нам приехали гости, гости из Башкирии, из Татарстана. И сегодня у нас проходит большое количество мастер-классов здесь. Здесь представлены мастера от различных ремесел и промыслов, от игрушки из лыка до фигур патриотических, которые посвящены городскому округу Красногорск, Черневская игрушка и другие. Также в нашем парке «Ивановские пруды» расположена сцена со сценической программой различных народов России. Национальный колорит в вокальном и танцевальном воплощении представлен на площадке под символичным названием «Традиции». Каждый гость услышал именно ту композицию, которая найдет отклик в сердце и порадует душу. Но не только пищей духовный богат «Артфолк России». Участники устроили настоящий пир на весь мир. Так и назвали тематическую площадку, где демонстрировали все многообразие кухонь народов нашей многонациональной страны. Вкусно, весело и интересно всем – и жителям округа, и гостям. Мы – местная татарская национально-культурная автономия Красногорского района. То есть мы объединяем всех татар Красногорского района. Создаем условия для общения, знакомимся, детей привлекаем, чтобы, опять же, это родная речь. Также пребываем, что Россия – это многонациональная страна. То, что идут сейчас такой хороший праздник, Красногорску 90 лет организовали такое мероприятие – «Артфолк фестиваль». Наши замечательные артисты приехали. То есть все очень хорошо. Есть у фестиваля и еще одна социальная миссия. В рамках «Артфолка России» организаторы провели благотворительный фестиваль «Шарлотки». Любой желающий мог не только полакомиться вкусным сладким пирогом с яблоками, но и внести свой материальный вклад в общее дело. Не остались в стороне от юбилея округа и любители двухколесной техники. В столицу Подмосковья свою знаменитую шоу-программу «Русский лес» привезли члены Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Много огня, рев моторов и восторженные аплодисменты зрителей заполнили площадь УДК Подмосковья. Вся площадь УДК Подмосковья в предвкушении не просто выступления членов клуба «Ночные волки», а настоящего мото-шоу. И ожидания оправдались. Спецэффекты и трюки на двухколесной технике поистине впечатлили зрителей. Подарок от давних друзей Красногорска стал финальным аккордом грандиозного двухдневного празднования юбилея муниципалитета. Шоу, которое они сделали, они с привязкой как раз-таки, конечно же, очень важны еще и в Красногорске. Потому что Красногорск для нас это то место, которое уникально, в первую очередь, своими людьми, своей природой. Мы и дальше будем решать проблемы, решать задачи, потому что не нужно что-то убирать или что-то закрывать. Еще много нам придется решить задач совместно с жителями. Жители нам в этом плане, спасибо им большое, подсказывают. Мы и дальше на это будем обращать внимание. Но я могу больше сказать, это не говорит о том, что завтра юбилей закончился. Мы также будем приходить в коллективы, отмечать всех жителей и трудовые коллективы. В честь юбилея «Ночные волки» привезли программу «Русский лес». В ней отображены вечные темы – любовь к малой родине и уважение к традициям народа. В представлении важно было заложить идею единения народов и сограждан, найти тот посыл, который передаст философию действа, считает президент Всероссийского мото-клуба. Как только я прочитал историю Красногорска, погрузился в нее и увидел там образ Красногорска в красной горке, которая стоит на холме. Как только я прочитал про холм, я сразу понял, о чем будет эта программа. Это Россия, она стоит на горе, на холме, купола которой устремлены в небеса, в Вифлеемской звезде. А этот холм, на котором стоит, в том числе и Красногорск, весь соткан из страданий, из мучений, из преодолений, побед и великих достижений русского народа. И как только вот это в голове появилось, все, тут же появилось понимание, в чем будет посыл. Программа короткая, но яркая и технически очень сложная, отмечают организаторы. Зрители стали свидетелями множества опаснейших трюков. А в завершении выступления небо над Красногорском озарил салют. Ну а самой яркой и запоминающейся точкой юбилея стали парад дирижаблей и праздничный салют. Тысячи красногорцев, на несколько минут устремив взгляды ввысь, насладились красочным пиротехническим действом. Я хочу каждого из вас поблагодарить за то, что именно благодаря вам, всем нашим коллективам, удается делать такой прекрасный праздник. Спасибо вам большое за то, что вы есть. С юбилеем, любимый Красногорск! С юбилеем, любимые и дорогие красногорцы! И в честь вас праздничный объявляем салют! Красногорская земля, красногорская земля, от того стоит заря, Это все одно и даже, Красногорская земля. Мамедник, любовь и твой боевой, Благодарная Бога царится. Вот так масштабно Красногорск отметил свое 90-летие. Мне остается еще раз поздравить всех с праздником, пожелать мира, добра и процветания. Это была программа в объективе КРТВ. В студии работал Максим Мельников. Увидимся через неделю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok